Валентина Корешева, человек с непростой судьбой и широкой душой, готова всегда первой протянуть руку помощи. Быть сострадательной ее научила сама жизнь и люди, которые окружали, прежде всего, взрослые Воскресенского детдома, куда она попала из фашистских застенков. У нас был замечательный доктор Вениамин Григорьевич Давидсон. И мы его настолько любили, он такой был, знаете, как для детей свой, в общем-то, да, потому что мы же большинство не знали ни родителей, никого. И мы его всегда встречали, бежали навстречу. Витамин Григорьевич пришел. Этот доктор помог определиться с выбором профессии, которая стала призванием жизни Валентины Тарасовны. В 20 лет она проработала с санэпидемстанцией. В 78-м году возглавила Воскресенскую организацию Красного Креста, где пригодились умения делать уколы и оказывать первую медицинскую помощь. Вначале я несколько медсестер подыскала, которые бы могли работать в Красном Кресте. И вот мы начали, взяли списки, выбрали совершенно одиноких больных, прикрепили медсестер и с этого начали работу. Затем Валентина Корешева с волонтерами стала опекать детей с ограниченными возможностями. Мы первые в области начали заниматься детьми-инвалидами. Вначале было, ох, как трудно. Вот приходим мы в семью, мамочка говорит, некоторые прямо перед нами. Вот так дверь захлопывали, говорили, будем мы показывать своих детей на смех. И когда мы провели первый вечер елку во Дворце культуры, пришло несколько семей. Посмотрели, они показали, повесили мы выставку их поделок детей. Ну, на следующий раз уже больше и больше. В больнице села Барановская открылась палата Красного Креста. Валентина Тарасовна организовывала соревнования школьных санитарных постов. На предприятиях в Воскресенске также работники демонстрировали знания, показания первой помощи и умение действовать в случае чрезвычайной ситуации. Также направление деятельности – это донорство, помощь Ивановскому детскому дому. 31 год милосердия и сострадание Валентины Корешевой в Российском Красном Кресте – это помощь сотням воскресенцев, которые благодарны за материальную поддержку и чуткое отношение. Это нужно быть действительно энтузиастом. Я не потому, что я такая, ведь я вот смотрите, во время перестройки я два года работала без копейки, потому что мы же на пожертвовании, Красный Крест на пожертвовании живет, и какой-то процент от пожертвований нам шел на зарплату, это копеечные деньги. Поэтому можно сказать, вот всю жизнь я бессеребреница, без ничего. Конечно, тяжело было. Тогда Валентина Тарасовна уделяла внимание и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей. 9 лет назад создала организацию. Благодаря ее усилиям в 2011 году на Авлянском микрорайоне установили памятник. Его изображение на обложке книги, которая вышла в свет в этом году, несколько лет потребовалось, чтобы собрать воспоминания 26 жителей района. Давно хотелось, чтобы какая-то память осталась, потому что люди уходят, уходят, потихоньку уходят. Молодежь должна помнить, чтить. Милосердие Валентины Корешевой длиной в жизни продолжается. В этом помещении собираются те, кто в детстве перенес ужасы немецкого плена во время Великой Отечественной войны, и которым сейчас на склоне лет нужно доброе слово общения и поддержка. Сюда Валентина Тарасовна приходит по велению сердца, а для души у нее дорогая семья и дача, где ее ждут любимые пионы и розы. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.